Поехали, забыла включить Свечи спиральки, две спирали И это просто на отзывку нездоровая Спокойство и уверенность себя Осознание своей ценности И спокойное транслирование этого своего достоинства и ценности В каждом своем действии, в каждом дне В каждом вдохе и выдохе Вдох это когда мы принимаем энергию от Вселенной А выдох это когда мы ее отдаем вам С каждым вдохом и выдохом мы обмениваемся с миром Нашими уникальными вибрациями И строим свои кристальные решетки Еще называют решетками хроника каши Нашего уникального кристального опыта Ведь каждый из нас видит по-своему Бабочки, цветы и капли вождя Что-то там было Так как уникальный мир Его не видит больше никто А еще вы наверно знаете, что красота в глазах смотришь Через пару часов начнется лунное затмение И это будет конец коридора затмения И конечно еще его действие продлится около недельки Даже двух На следующий портал в изменения В проработку кармы То есть в отпускании энергетических зарядов В трансформации будет только осенью Практически зимой Практически зимой уже А у нас еще затмение по новому скорпионе Это тоже мощное Трансцендентное, как говорят, перемены Мистические даже в чем-то О, кристальный план Глаза не видно В камеру не очень Прямо скорее всех этих трансформаций Я обложила все Веточками павловни Нашла сегодня Спиленую ветвь большую И вместо Ранее задуманных планов Я сидела и готовила Те веточки себе и клиентам Павловни это Удивительное древо жизни Мощный ускоритель Инских энергий И всех процессов Изобилие благородства Такого голубого крови Внутреннего достоинства И первое, что он дает Любому человеку С подготовкой Человек или нет Я уже поэкспериментировала Одевая эти потоки на людей И опрашивая их Или кому-то предлагаю Просто мысленно Взять эту палочку в руки Приходит состояние Мгновенной перемены И спокойствия Это мне сказали Даже не подготовленные люди Тихое благородное Красивое спокойствие Такое должно быть Когда Адекватная самооценка И понимание Своей ценности Для этой планеты И для всеобщего Сценарий Всеобщей игры Так что Все пришлось Инфраалистично Я заготавливала Ветви Туполя Бурелон Тут натворил дело А в итоге Нашла Поглубные Я хотела Цветочки использовать И немножко Старых веточек А нашла новое С которыми Я уже Много практик Запишу Они сами Себя Надиктовывают Притом Такие Достаточно мощные Они будут Работать Как веретен И работают Фантомными Расстояния Как и все техники Связаны Смотрите Чуть мне не хочется разговаривать Наверное потому что я устала Не видно Вот они Кристальные Себянички Вот Синяки Варсистые Атлами Очень похожи на Кристаллы Турмалины Или Гидейнита Танзанита Но я хотела сказать Концвета Танзанита Тоже такая структура Мелких Подбородочек Кристалл Ароматы какие Тоже Как красиво В камере не видно В камере Она Кристальная И очень Звенящая Но Прямо Красивая Аналитически Там Сейчас Щипа И Несколько Сухих Кусочков Коры Повлажные Горит Аромат Тоже Как красиво Такое Четвертое Пятое Измерение Получилось Альфийская Тена Пламя Не видно Невозможно передать камеру она там как коридоры прозрачные приглашает там прям вот эти огненные храмы похоже на храма фиолетового пламени то что в телосе описывает на вот она прям действительно кристально извиняющие хотя энергия я вот планировала может сегодня помимо просто кристального пламени и были свечи с кристаллами прямо которые я раньше делала там настаивала ваще на кристаллах или свечи полностью в кристаллах были или там с одним двумя кристаллами высокочастотными сейчас у меня всего этого под рукой нет я хотела просто транслировать на эту свечу сегодня просто поярче фокусом кристальную энергию хотя мы все время как моя подпись поэтому она есть в каждой на свече но павловня на себя взяла здесь фокус внимания я уже смешивать это не буду будет одна такая экспериментальная свеча потом специально снята с осознанным якорением кристального пламени это волшебно опять переставляем это волшебно опять переставляем вот это вот чистый в виде кунцит если снимать гелиадор из этих из берилов если снимать макросъемку или там гелиадор на просвет я просто фотографировала такие моменты это пламя прямо выстраивается в кристальную структуру очень похожего на эти кристаллы у меня где-то есть гелиадоры в группе про кристальный луч там коллекционы гелиадоры с регионами на жура и с лимурийской энергией о форме эбриона и там вот эти вот бороздки есть и вот такой же медовый цвет кстати сегодня да и энергии лимурий тоже были я как всегда в потоке что-то делала и видела группу что-то лимурия вот она кристальная вот она и лимурия и атлантида то как я вижу мир такими потоками бороздками и сферами тоже я ждала это пламя вот я эти две свечи не сразу сожгла что-то вокруг не крутилась крутилась потому что мне хотелось этого пламени хотелось быть форме но я сейчас просто убитыш в общем видела слово лимурея подумала у нас у всех свои лимуреи потому что мы такие 5 6 раз и человечество тоже нет разные помимо разных мирностей разных вариаций она имеет еще разные золотые и не золотые эры разные эпохи этой цивилизации но почему-то я решила добавиться в это все хотя я давно вроде не участвую в каких-то таких группах оказалась администратор краёновец и ведущий эмэп балансировки и тоже автор своих методик тоже их прописывает как и я и пока практикуют на знакомых и мы договорились о сеансах и экспериментах совместных вот так вот на ровном месте пришел следующий следующая часть этого плана работа крайне он живет как раз остатков на давай а вот она а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok проходим эти врата и даже клеточки наши помнят это просто заходите в эти коридоры замки храма огня позволяйте огню прочищать себя и убирать все то что уже отжилов больше не служит вашему то что мешает трансформироваться наивысший свой потенциал в идеальное состояние мастера и кварца можно просто представить себя странником и дочим спросите коридоры пещеры света аура всех носителей информации все делает квантовый скачок и мы из испуганных или не верящих себя индивидуумов которые привыкли себя такими отсчитывать потому что им так сказали в детстве превращаемся в световых ангелов можно так представить или существ света в потоке я вижу это геометрии в потоке столбы света и это знакомое состояние вечности бесконечности себя бытия себя потока себя движения струения звука вибрации себя наблюдателя я люблю это называть еще пофигизмом но можно сказать себя спокойного без эмоционального принимающегося таким как он и есть то есть принимающего все все безусловно любви все для чего то создана все идеальная игровая площадка все идеальные сценарий для получения определенного опыта каждому своего и когда ты видишь что все совершенно каким бы ни было она совершенно служит для определенного опыта для получения определенного опыта для каких-то внутренних осознание трансформации те кто вовлечен в этот опыт вот тогда ты понимаешь что ничего вроде и не надо менять потому что она совершенно и задумано таки и вот это вот состояние принятия всего таким как он называется безусловно любым одно дело если вы умеете на все смотреть так хотя когда так умеешь смотреть тоже на себя так смотришь допустим вы начинаете тренироваться так смотри теперь посмотрите на себя вы совершенно в своем несовершенстве если вам так кажется что вы обладаете каким-то несовершенством потому что это все уникальные ваши характеристики у других людей этого нет примите себя таким какой мы есть а дальше захотите можете все менять и трансформировать на базу то примите примите себя как все краски как палитру упаковочку с красками как еще объяснить вот те цвета вся палитра в вашем распоряжении процентное соотношение как вы будете чем вы будете красить рисовать или что вы там собрали сделать красками это ваш личный выбор в каждой точке а вот краски нужны все для того чтобы не быть ограниченным и для того чтобы в любой момент реализовать любую свою идею так принимайте эти краски а то люди зачастую видят только свои минусы ну или нарциссы видят только свои плюсы почему бы не принять с радостью и спокойствием все что вы себя представляете что на себе помните в этой реальности что себя помните многомерным мастером что вы помните себя просто вот в этой жизни и весь опыт пройденный в этом теле примите его без оценок оценочные суждения вообще это детище школы от которого все уже отходят потому что это уродует эго уродует человека и заставляет ломает его психику давайте не оценивать себя просто примите себя таким какой вы есть мы же все классные каждый по-своему уникален и неповторим и все мы классные че же еще надо понять что как-то прочувствовать я в том что в одной технике я уверена что мне тут смотрят многие кто уже умеет думать сердцем чувствовать умом и мне не надо это все рассказывать а для тех кто это не проходил со мной я вот так за две секунды догорание свечи и не передам эту технику она дольше ведется и от нее надо отдельно записать свечу но или болталку но если просто позволить себе почувствовать себя вот вы есть сейчас такой какой вы есть смотрите на тиканьки плане может быть ходите в этих залах огня вот у вас есть свои достижения какие-то есть промахи вы на них фиксировались какие-то неудачи и разочарования есть какие-то победы есть что-то обязательно будет что-то за что вы можете себя похвалить и поблагодарить я вас уверяю что вот то за что вы можете себя поблагодарить и похвалить никто не сможет сделать точно так же как вы или лучше чем вы вы вот в этом действительно раскрылись чтобы вы не делали и вложили все это все максимум себя максимум своей энергии любви и внимания раз вы можете сами отметить что это было классно и и так как вы это сделали никто не сделать каждый сделать по-своему но вот это вот уникальный вкус своей энергии уникальное ощущение кайфа когда вы это делали уникальное ощущение прям ваш аромат дыхание голос ощущение внутреннее распирание груди или там что еще вы ощущали когда работала на хата и вытворили вот это вот так как вы чувствовали не может предчувствовать ни один человек и вот это и есть ваша уникальность когда вы что-то делаете и распирает сердце от радости удовольствия такой внутренней благодарности за то что вы можете это делать за то что вам представился шанс или скажи так сложилось или вы ее так сложили что вы можете заниматься этим делом что вы выбрали это что у вас хорошо получается и вы вносите свой вклад в эту общую историю под названием жизни вот когда вспоминаются такие моменты и ты осознаешь что да вот так как вы это делаете никто другой так не сделает сделает лучше хуже но не так как вы тогда вы начинаете ощущать свою уникальность и идентичность что да каким бы я ни был какой бы набор качеств я в себе не нос какие-то вещи я делаю таким уникальным образом какими не сможет повторить ни одно живое существо в этой галактике могут и за это стоите мы и поблагодарить и любить и ценить и может быть так вы сможете предчувствовать что вы очень цены здесь потому что вот эту краску в общую картину никто в ней вносит кроме вас сами что это ваш уникальный талант и умение и чтобы ровно в нужном месте в нужное время вы выбрали сюда прийти чтобы это сделать чтобы проявить себя чтобы спеть чтобы сплести свои решетки чтобы вспомнить береза свой египетский опыт и не только египетский чтобы в плести это в нынешней реальности там где это понадобится вибрациях бытовой жизни вот в нынешних ситуациях в одной стране чтобы это не было какой-то там посторонний опыт других реальностей чтобы это был живой опыт бытия всей многомерности чтобы его можно было бы по-разному раскрывать в каждой точке твоей жизни каждом деле за чтобы ты не взялась чтобы ваш голос у вами раскрывал сердца и каждому чтобы вы не пели а каким бы мастерством вы не обладали и как бы вы не звучали для мастеров а вот чтобы каждый кто вас слышит не разбирающийся даже в музыке вдруг вспоминал свою идентичность свою уникальность и у него сердце расширялось от ощущения что он ценен и важен потому что он ловил бы ваши ощущения передаваемые через голос и вибрацию вашей ценности уникальности и важности здесь на планете и тогда это уже планета мастеров и вы мастер среди других мастеров богиня на планете богов где нет никакой конкуренции потому что все уникальны и каждый важен все что мешает отправляем в эти залы огня позволяем этому всему выжигаться в свете и в золотом тепле язычку в пламени такие живые шатры, танец чем-то напоминает и пылевые бури и стреляющийся песок и танцующее северное сияние такие вуали, вибрации и реальности эфирные храмы световые храмы и формы жизни северные храмы и формы жизни Если вдруг появилась необходимость, можно найти кому-то, кто это слушает, точно появилось, потому что картинки пошли. Можно представить, ну я архитектор, я сразу иду в знаменитом местам, может быть, вы тоже знаете. Хотела сказать сразу забыл. Архитектор Гауди просто забыла, как называется эта церковь, которая устроена храм. Можно представить себе, что вы идете в каких-то действительно живых, танцующих, световых храмах. И можете представить, что вы уменьшаетесь или ведете за руку маленького ребенка, или уменьшаетесь в размер себя маленького, своего внутреннего. Я просто одновременно сейчас четырех людей веду, и каждому хочу что сказать, и я вообще торможу. Мария, я хотела сказать, что предыдущую свечу, и забывайте написать, и эту свечу можно проделывать не только с собой, особенно там, где исцеление чакр, или смена вибраций в каждой чакре, исцеление блокировок в каждой чакре. Это можно сделать и с Александром, где бы он ни был, и это можно делать с детьми. Можно сесть в комнате рядом с детьми, а можно вообще отдельно сидеть, просто представить, что они рядом и участвуют в этом процессе. И что вы вместе идете сквозь вот эти кристальные храмы в том числе, и меняете все, что хочется изменить, все эти установки. Лена, это то же самое, можно сделать, взяв себя маленькую, и все эти опыты себя студентки, вот те вещи, которые хотелось бы переписать с некорректными преподавателями, и все, что вы прошли по жизни. Можно представить себя в том возрасте и провести себя за руку, а можно и не вести себя за руку, а просто ноги в ноги, руки в руки, вы в том возрасте идете сквозь эти фугуали. Позвольте огню, свету и вот этой кинетической энергии выжечь, вот как вот лихрь дыма появился, выжечь внутри себя, вот те установки, все, о чем мы с вами сегодня говорили, все, что вспоминается, все, что было травмирующим опытом, сказывающимся на нынешней реальности. Пока мы это с вами не переписали, вы можете это отдать свету, в том числе, таким образом изменить свою реальность, по крайней мере, это называется закрытие гештальта, выпускание энергии, застрявшей из того пройденного опыта, чтобы он больше не влиял на ваши дальнейшие выпоры, которые вы захотите построить. Любой человек сейчас может взять любые болезненные воспоминания или то, что вспомнилось, как установки я не могу, или наоборот я сама, или я никчемный, никому не нужный человек, я там без бумажки я букашка, я вообще ничего не умею, у меня нет никаких талантов, там, я в себя не верю, мне все говорили, что таким, как я, не везет, да и не знаю, кому еще что там в голову приходит, первое, что я слышу, то и рассказываю. Если появились эти идеи, заходите в этот эфирный храм, светящийся огненный, позволяйте там прожечься всем этим идеям, где бы они ни были, где бы они ни застряли, в мышцах, в органах, в тканях, на каких бы носителях они ни застряли, в поле или в теле. Можно, если вы были ребенком, взять себя на руки, как ребенка, стать себе внутренним родителем, стать внутренним отцом и внутренней матерью. И мало того, что обнулить те, выжечь в свете те программы, можно еще помочь себе создать новые программы. А если ваш ребенок внутренний и достаточно самостоятельный, пусть идет сам и создает там новые программы в этих светящихся храмах золотого кристального сияния, теплого огня любви. Так как глаза дракона и объятия его крыльев, что-то бережное, заботливое, любящее, безусловно, принимающее. И вспомнила опять эти карты к району, сегодняшнего нового знакомого. Он сегодня цитировал одну из карт к району про... Уже и забыла, что, потому что моя любимая из этих карт... Дорогой дух, скажи мне, что мне нужно знать? Такой вопрос надо задать своей многомерной команде, когда вы в тупике или решаете какой-то вопрос. А затем празднуйте победу. То есть четко знайте, что все это уже свершилось, уже разворачивается, уже существует и в вашей реальности. Если честно, я так живу с 2006 года и еще ни разу не была мимо. Это умение сдаваться себе и своей многомерной команде. Когда-то я училась этому примерно так. Я говорила, ну все, моя команда. Я как ум сдаюсь. Я как ум перепробовала все в этой ситуации. Сделала все выученные ходы-выходы, я проделала. Все навыки использовала. Ситуация никак не меняется, она тупиковая. Я сдаюсь. Вот тебе мои руки, в виде меня. Но внутри у меня уже звучала вторая часть этой карты. А затем празднуйте победу. Это урок на доверие. Но надо сдаться, как вот листик уплыть по реке. Или стать капелькой, которую несет течение. Сдаваться на шею не любит и не умеет. Когда-то я на разных сайтах вела странички, блоги. И была такая страна мам, по-моему. Там в основном по кружевам и целительной одежды тексты были. Но задавали разные другие тексты по моим рисункам. И я рассказывала, что такое сдаться. Я вот помню людей это просто переворачивало сознание. Они очень спорили со мной, как это сдаться. Наоборот, должна быть программа. Я никогда не сдамся. Я выживу. Я пройду любой ценой. То есть для них сдаться это было конечное. Просто умереть. А для меня сдаться это было начало путешествия. Хорошо, я перепробовала все выученные по инструкции методы. Потому что так обычно действует человек, который еще не живет в потоке. А вот когда ты живешь в потоке, то ты все время сдаешься, доверяешься. Кладешь свои руки в руки своей многомерной команды или ангелов. И просто доверчиво, как ребенок, идешь с ними в новое приключение. Это житие в потоке. Такое ты веришь в секундное пространство всей жизни. Но пока ты идешь к этому, ты сопротивляешься. И он кричит, нельзя сдаваться. Но как раз залог успеха в том, что ты не сдаешься до последнего. Ты будешь там сражаться и вырывать у Вселенной и у жизни по праву дышать. Ходить, иметь, любить, что там еще, владеть. А это путь борьбы, то есть действия и равного ему противодействия. А вот когда ты сдаешься и просто течешь по течению, это такое уже дао. Это просто путь. Можно сказать, что это дзен внутренний. И тогда ты приходишь как по прямой. Быстрее, намного эффективнее. Без потери энергии. И аккуратно туда, куда ты хотела, или в большее и лучшее. Потому что тебе, твоей многомерной команде, твоему духу и целой Вселенной в этом все более четко понятно, что ты хочешь пережить и куда ты идешь. Потому что иногда мы отвлекаемся словами на... Корректируем свое желание в соответствии с тем, что услышали у других. Что модно, что не модно, что престижно, что не престижно. И вроде идем в векторе своего желания, но отвлекаемся уже на какие-то отцацкие вовне. На соответствие отцацком вовне. И таким образом можем упустить какие-то очень важные, сокровенные, тайные, какие-то вещи нашей уникальности, которые приведут нас к искомому обязательно. И даже к лучшему, чем мы могли бы себе представить. Вот такое вот задавание и расслабление позволяет прийти именно по коридору, по вектору, туда, куда мы шли. Но зачастую это даже более фантастический, лучший результат. Потому что мы все зачастую не даем себе позволения быть счастливыми и не боимся себе представить самый лучший результат. Ну типа, чтобы не больно было падать. Чтобы потом не больно было разочаровываться. А вот такое расслабление, оно приводит к самому фантастическому результату. Потому что нет противодействия, страха разочарования. Страх победы и страх поражения это один и тот же страх. Вот его тоже нет. Я уже не знаю, что я тут еще наговорю. Но пора это закончить. Свеча догорела. Наше эго перестраивается. Он становится здоровым. Совершенно наведущим к массовой эволюции. Самым большим, классным победам, которые будут служить общему плану и благо целого. В моем павловне меня аж слишком расслабило. Я вообще не соображаю, что я делаю, и говорю. Ну и свеча будет гореть, пока не отгорит этот фитилек. Еще одна свеча сегодня будет, может быть, даже в 7 утра я ее буду сжечь, потому что в 7.11 затмения. Это свеча с топовым. Смотрим, насколько я осилю. Именно в 7 сжечь. И еще пару свечей планировалось.